Унылая пора ночей очарования. Приветствую вас, друзья мои, подписчики, гости канала. Мы едем по улице Леолвардес в районе Тейка. С левой стороны парк, сквер такой с памятником Зенгалсу. И бывший кинотеатр слева остался. Впереди перекрёсток с улицей Бривибас. Мы его будем пересекать и поедем в Чекурканс. Вот это улица Бривибас, улица Свободы. Впереди будет переезд через железную дорогу. С левой стороны улица бывшая Гагарина, сейчас Ропожо, по-моему. Там, с левой стороны, был птичий рынок в своё время. Сейчас, наверное, просто рынок остался. Чекурканский рынок. Поедем через переезд. Вот с левой стороны остаётся птичий рынок, бывший птичий рынок. Здесь трамвайные пути идут на юг. Ну, улица теперь Ропожо. А впереди переезд. Да. Прошли все тёплые деньки. Прошло Бабельето. Наступили сезон дождей и прохладные дни. Так вот. Дорога идёт на Псков. Железная дорога. Район очень старый. Напоминается он, во всяком случае, застраиваться фабриками, заводами начал в начале XIX века. Здесь были и линяная джутовая мануфактура, и заводы. А, кстати, вот на повороте будет это здание бывшей линяной мануфактуры. Там в советское время располагалось лётное училище, военное лётное училище Алкснеса, имени Алкснеса. И на повороте стоял самолёт. Но самолёты, конечно, сняли, убрали. А в зданиях в 90-е годы разместилась военная академия, а сейчас всё там рушится. И одно запустение. Обидно, конечно. Сколько лётчиков выпустило это училище Алкснеса. Вот здесь вот на повороте, на пригорочке маленьком, вот на этой зелёной горочке, стоял самолёт. И вот эти здания, вот ворота, въезд, продаётся, пардут. Вот эти все здания. Видите, как они красивы были и как они сейчас рушатся. Вот. Такие дела. Это Чайкуркалс. Да, на носу ноябрь. А листва ещё держатся. У нас только липы облетели полностью. Вот такой район. С правой стороны там озеро. Жаль, конечно, когда всё рушится. Вот там озеро видно было. Чуть-чуть проехали. Рабочая окраина. Рабочая окраина. Ситуация ежегодно, но в связи с ковидами, вот оно здание. С левой стороны. Вот такое огромное здание. Налоговая служба. Сколько там кабинетов, сколько там служащих. И строятся новые районы в Чайкуркалсе. Новый микрорайон. Строительство вовсю ведёт. Впереди, там с правой стороны будут все кладбища, лесные кладбища. Нам нужно развернуться. И подъехать к налоговой. Там мост. Костокада. Руссово. Такие дома. Отличные планировки, кстати. С левой стороны здания. Мы подъедем сейчас к нему. Припаркуемся. И у нас запись была аж месяца три назад. Наверное, нас на сегодня только записали. Разберёмся с налогами. Эти дома ещё советской постройки. Это ТЭЦ. ТЭЦ-1, по-моему, да? Да. Угу. ТЭЦ-2 у нас там за Рига пречу. Такое огромное-огромное предприятие. Налоговая служба. С ума сойти можно. На такую маленькую республику. Страну. Здесь же республиканская, да? Не городская. Да. Вот. Кроме такая заболоченная местность. Камыш. Тростник. Да, тут пешком обходить полдня надо это здание. Сейчас будем место искать для парковки. Ладно. До встречи. Мы приехали чуть-чуть раньше времени. Здесь всё по расписанию, насколько назначено, а столько и примут. Вот это здание. Это здание огромнейшие налоговые службы. Вот. А с той стороны, видите, строится здание. Это Чекуркаунс. Новый Чекуркаунс. Сзади озеро Кишезерс. Вот в таком красивом месте мы сегодня с вами находимся. Красивая, красивая погода. Хоть она и пасмурная, но ещё морозов не было, заморозков у нас не было. У меня ещё цветут в саду георгины, космея, флоксы доцветают. Вот. Вот. У нас только липа облетела, а берёзы ещё, вон и впереди роща берёзовая, тоже листва ещё держатся. Вот такая осень. Сейчас будет последний месяц. И будем встречать зимушку-зиму. Хоть ветерок здесь такой свежо, но приятно смотреть. Но здесь клёных нет, так бы были ещё и ярче краски. Ну вот, подходит наше время. Пойдём. Пойдём в это большуюся огромное здание налоговой службы. Сейчас надо пробить номерочек, но за 15 минут до приёма. Тебе надо без четверти указать код, пробить номерок. Тогда можно будет ходить. А раньше здесь бухет стоял, да? Видимо, из-за ковидов, из-за всего, убрали бухетик. Там есть Нарвесен. Нарвесен – это у нас, где можно перекусить быстренько и купить прессу. Такие сопутствующие товары. Тепло топят. Топят. О, кофейный аппарат. Даже два. А банкомат ещё есть, цитадуэль. Ну, различные такие вспомогательные учреждения, залы. Здесь везде нумерация, чтоб не пропустить очередь. Нам придётся на второй этаж идти. Чуть-чуть раньше зашли. Ну, ничего. Такое шикарное, большущее здание. А это торговый центр, который в 2020 году обещали построить. Вот он выстроен. А здесь у нас можно продезинфицировать ручки. Вот таким вот образом. И вторую. Сейчас мы будем номерочек пробивать. Подошло время. Юре сразу выдали номерок. Как только подошло время, мы поднялись на второй этаж. Вот там столько кабинок рабочих. И с правой стороны. И с правой стороны. Там тоже есть. Я помню. Можно на лифте подняться. Питьевая вода. Везде кругом. Везде. И везде принимают людей. а вот так смотрится со второго этажа это стройка и сзади кишельзерс а на том берегу этого озера есть монумент и монумент такой памятный знак о том что отсюда советские войска начинали освобождать ригу форсировали это озеро на плотах октябре сорок четвертого года прошлого века советские войска форсировали это озеро кишельзерс с той стороны со стороны яун сэмса и это было начало освобождения риги так на том берегу есть памятный камень во всяком случае ходили слухи что будут убирать его из этой страны где то есть тоже вот такой вот внутренний колодец и по периметру здание пусто пустынно потому что все по записям раньше помню очередь здесь кругом стояли компьютеры тем кто не умеет пользоваться дома компьютером и по интернету передавать сведения налогах здесь помогали специальные люди помогали теперь компьютеры сюда перенесли желающие могут здесь заниматься так гуляю я пока по втором этажу пока юра на приеме публичный киоск очень большое здание столько кабинетов столько электричества столько отопления на вот такие дела мы погуляли и хватит раньше очередь была чтоб сесть за один из компьютеров сейчас никого нет все грамотные стали на домашних компьютерах справляются со всеми делами да за лучшую латвию все вместе хорошо здесь обзор такой и парковка очень много свободных мест раньше вокруг объезжали по нескольких раз пока найти место для парковки а вот там с той стороны дорога тоже в межапарк идет дорога там трамвайные пути одиннадцатый трамвайчик ходит к зоопарку да вот мы и выезжаем от налоговой службы едем обратно домой консультацию получили все дела рассмотрели где возникли вопросы и теперь спокойно едем домой никаких больше отношений с налоговой у нас нет все в порядке и вот опять поедем мимо этого училища имени Алкснеса по-моему Виктора Алкснеса да так вот такой вот промышленный район да и листва желтые еще держатся на кленах либо и облетели все вот такая у нас поездка получилась сегодня ребята да самолетик жалко конечно как только проезжали всегда радовались вот такое училище такое здание там внутри еще зданий сколько и все это рушится а ведь строили красиво и вот здесь на возвышении самолетик как будто на взлете да первый реактивный МИГ-15 МИГ-15 но я не обозначаюсь ясно все ребятки спасибо вам большое за совместную поездку доброго вам дня хорошего настроения и побольше солнышка если не в небе то хотя бы в душе я вас обожаю не забывайте заходите пока 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 Продолжение следует...